Армяне вложат в бомбу в регионе 100 миллионов долларов. В 2021-2023 годах в рамках программы продления срока эксплуатации армянской АЭС планируется вложить около 100 миллионов долларов. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папекян. На совещании под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, министр сообщил, что работы, предусмотренные программой модернизации и продления эксплуатации АЭС, продолжаются. Уже инвестировано 65 миллионов долларов. Армянская АЭС – единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мэтсамор, примерно в 30 километрах к западу от Еревана. АЭС традиционно является одним из основных источников электроэнергии в стране, ежегодно вырабатывая до 40% всей электроэнергии Армении. Сооружение является настоящей бомбой замедленного действия. Мэтсамор был сооружен во времена Советского Союза на геологическом стыке между арабскими и евразийскими плитами. Это высокосейсмическая зона. Первый блок ВВР-440 с мощностью 400 мегаватт был подключен к сети в 1976 году, а в 1979 году второй блок с той же мощностью. В 1988 году землетрясение в 6,9 баллов уничтожило город Спитак, который находился всего в 70 километрах к северу от Мэтсамора, где погибло более 25 тысяч человек, а 500 тысяч людей остались без крова. Тогда правительство приняло решение закрыть оба реактора в качестве меры предосторожности. Устаревшая АЭС может привести к настоящей катастрофе. Возможная национальная катастрофа, такая как землетрясение, может нанести огромный ущерб АЭС. Это приведет к повышению уровня радиации на Южном Кавказе и в соседних странах. Однако армянская сторона продолжает эксплуатацию сооружения, проводя модернизацию армянской АЭС. Ключевым подрядчиком по реализации проекта выступает АО «Русатомсервис» предприятие госкорпорации «Росатом». Вопрос российскому военному эксперту Павлу Фельгенгауэру. Павел Евгеньевич, насколько сложной, на ваш взгляд, остается ситуация в Нагорном Карабахе, территории которого почти на 80% остаются заминированными. На помощь Азербайджану пришла Россия. Как вы считаете, нужны ли международные усилия, чтобы избавить страну от этого наследия? Ответ. Азербайджан может сам справиться с разминированием полей. Есть отработанные методики. Массовые разминирования неоднократно проводились в разных частях света. Просто это очень долго. Есть международные организации, которые проводят разминирование в разных странах мира. Покойная принцесса Диана поддерживала кампанию по разминированию территорий в Африке, Афганистане и других странах. Она призывала к остановке производства противопехотных мин, от которых гибнет мирное население. Мины не щадят никого, ни женщин, ни детей, ни стариков. Минам все равно. Опыт разминирования есть также у России. Россия – это минная страна. После смерти принцессы Дианы 122 страны подписали Оттавский договор – конвенцию, запрещающую использование, производство, хранение и перевозку противопехотных мин. То есть те страны, которые находятся далеко от военного театра действий. А Россия, Соединенные Штаты Америки, Израиль, Индия, Пакистан, Китай, Турция, Иран – эту конвенцию не подписывали. Не подписала эту конвенцию по понятным причинам и Азербайджан с Арменией. Потом непонятно, как в Карабахе установлены мины. Есть так называемые организованные минные поля. Такие поля должны обслуживаться. Это значит, что на каждое действующее в скобках хорошее минное поле выходят несколько раз в год саперы. Проверяют его, меняют старые мины на новые. То есть минное поле поддерживается в рабочем состоянии, если это постоянное минное поле. Я такие видел на голландских высотах, где проходит линия обороны Израиля. Командир бригады мне объяснил, где и какие мины заложены. Это обслуживаемые минные поля. А есть дикие минные поля, которые когда-то были кем-то установлены. Их отгородили колючей проволокой и бросили. Что там может взрываться, что не может взрываться. Где точно установлена мина, уже непонятно. На тех же голландских высотах есть сирийские минные поля. Со стороны Галилейского моря есть крупный подъем, где и была сирийская линия обороны, которую взяли в 1967 году израильтяне. Там они проложили несколько дорог, а остальную территорию бросили. Не стали туда лезть, просто отгородили и оставили. Что там, никто не знает. Это дикое минное поле. Оно гораздо опаснее, чем культурное, которое обслуживалось. В Карабахе таких необслуживаемых полей в разной степени дикости очень много. Возможно, что во многих случаях нет и точных карт. И поскольку конфликт был длительный, то кто и что там оставил, теперь уже трудно понять. Я так полагаю, что армянская сторона хотела бы в обмен на информацию о минных полях получить своих пленных. Ереван сейчас этот вопрос волнует больше всего, особенно с политической точки зрения. В Армении объявлены досрочные выборы в парламент. С другой стороны, непонятно, насколько информация о минных полях в Карабахе актуальна. Там есть разные минные поля, установленные обеими сторонами в разных местах. Плюс там есть система дистанционного минирования. Я не знаю, применялись они там или нет, но это были советские системы. Это когда земля засевается минами системы ГРАД. Так в свое время пострадал полевой командир Чечни Шамиль Басаев. Ему оторвало ногу. Он с отрядом шел через поле, а оно оказалось заминированным. Паника в Ереване. Население Армении уменьшится на полтора миллиона человек. ВОЗ оценивает, что Армения стоит перед демографическим кризисом. Численность населения страны сокращается, уменьшается рождаемость, увеличивается миграция. Армения стоит перед демографической катастрофой. Как передают армянские СМИ, об этом сказала в ходе пресс-конференции исполняющая обязанности начальника управления здоровья матери Минздрава Армении Нуне Пашаян. Как отмечает Пашаян, демографическая ситуация в Армении ухудшается. В данной связи индекс рождаемости сократился почти в 1,8 раз по сравнению с 1990 годом. А если учитывать и уровень бесплодия, который по последним данным составляет 14,9% у женщин и 9,5% у мужчин, то это говорит о том, что мы стоим перед серьезным вызовом, заявила Пашаян. Как отметил председатель Ассоциации репродуктивного здоровья Эдуард Амбарцумян, учитывая высокий уровень бесплодия в Армении, ВОЗ оценивает подобные страны, как стоящие перед демографическим кризисом. По его словам, одной проблемой является высокий показатель бесплодия, второй – низкий индекс фертильности, в результате чего население страны за 70 лет может сократиться вдвое. В результате в конце 21 века нас станет на полтора миллиона меньше. Это ползучий геноцид. Мы стоим перед серьезной катастрофой, констатировал Амбарцумян.